Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры в Христе, всем желаю радости, веселья в Господе, всем желаю счастья и добра, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст через возделывание в себе плодов Духа, любви, радости, мира, смирения, кротости, упования, долготерпения и прочих прекрасных божественных свойств, которыми обладает сам человек, ибо он его образоподобие является и обладает всей его природой является. Я с вами делюсь своим экранчиком, я прям буду из личного кабинета вам показывать, вот вы видите мою иконку на Христолюбе Лайф, активизировался первый амнистированный, увидел, что может писать комментарии, вот они видите на рассмотрение, ну там 9, не 9, я уже некоторые пропустил, там от других братьев, сестер, вот читать их надо снизу, потому что они вот так поверху идут. Антон Новиков, у него даже имя есть, представляете, вот не знаю, настоящее, нет, как всегда я могу перейти, и мы увидим, что это пустая аватарка, кто этот человек, что он, я даже понятия не имею, христианин он или нет, вот как понять, у него есть публичное исповедание его к христианству, нет, он похож на Иисуса, который явился миру явно, и ходил ни от кого не прятался, нет, это пустая, ничего не значащая, безликая аватарка, возможно с псевдонимом, возможно с настоящим именем, это мне ни о чем не говорит, уж тем более, никаким образом по его каналу, а то, что он там подписан на какие-то православные культовые эти каналы, это ни о чем не говорит, человек может быть подписан на что угодно вообще, точнее, не говорит о том, что он с этим согласен или еще что-то, но опять же, православие, вы знаете, это не христианство, это учение сатаны, ну и давайте почитаем, что этот человек мне пишет, так, у тебя, Дима, великое самомнение, ну классика жанра, я вам говорю, ты ничего нового в этой себе не услышишь никогда, в этом основная твоя проблема, человек меня судит, просто публично все время, и таких, прочитай вот эту статью святителя Игнатия Брянчанинова, господи, дорогой мой, я Игнатия Брянчанинова знаю от а до я, кто знает, кто я такой, тому не надо мне рассказывать, я твой Игнатия Брянчанинова тоже разбирал по болтикам, в отличие, наверное, от тебя, ну а может быть и ты, он не раз это сбрасывал, ты мне прекрасно знаешь, о чем он пишет, только что ты взял, что все это ко мне применимо, и что ты взял, что то, что написал Игнатий Брянчанинов, есть истина, для меня половина, там, 95% лжи, и может, ты увидишь в себе этот недух, да и почему это я должен читать какую-то лживую статью, и увидеть в себе недух самомнения, господи, это почему это, вот заметьте, сразу видно ортодокса, его Евангелие вообще не интересует, он мне скидывает статью какого-то дяди, как я называю, чернила на бумажке, может, вообще не было, мало ли что там пишут, сидят какие-нибудь в подвалах монастырских и штампуют какие-то, придумывают святых, придумывают их жития, придумывают их творения, выдавая их за какие-то учения, где гарантия, я не верю в это вообще, я не верю в это, а Павел говорил, тот, кто до чего достиг, в том же, я не верю в это, мне это вообще не нужно, я не считаю это ни учением, ни истиной, я считаю истиной только Евангелие, дошедшее до меня, и то, не потому что я верю в бумажку, почему я сам проповедую и синодальный перевод признаю, неважно, кем он составлен был 200 лет назад, потому что я покаялся, меня посетил Бог, сегодня, может быть, вам буду писать продолжение своей жизни, вторую часть покаяния, а то уже что-то забил на нее, забыл, забил, вот, в это я верю, через меня, через эту бумажку синодальную, меня лично коснулся Бог, я покаялся, потом сколько у меня было, да, всего, а от этого ничего в моей жизни не поменялось, это истина, нет, для меня это ложь, чтобы покаяние, это меня человек сейчас будет учить о покаянии, чтобы покаяние было действительным, доставило нам спасение и вечное блаженство, надо стяжать в самих себе, стяжать в самих себе, в душах наших покаяния, вы вдумайтесь, что пишет человек, он сам перечитывал, что он пишет, чтобы покаяние было действенным, так оно в тебе есть или нет, или его нет в тебе, чтобы пока не было действенных, нужно его стяжать в душах наших, так я не понял, чтобы оно было действительным, значит, оно в тебе уже есть, просто не действует, а ты говоришь, что его надо стяжать, так его надо стяжать еще сначала, покаяние не надо стяжать, покаяние это изменение твоего мышления, соответственно, твоей жизни, человек пишет глупости, которые просто не вкладываются в ум нормального человека, надо, чтобы сами дух наш сокрушился, сейчас будет, как всегда, много высокопарных красивых слов, будет что-нибудь о деле, ничего, ты курил, брось курить, ты пил, брось пить, ты ругался, брось ругать, ты превозносился над ближними, перестань, ты тщеславился, искал себе вечно похвал, да, перестань это делать, сейчас будет много-много в одних предложениях высокопарных красивых слов, ни о чем, как я вам всегда это показываю, ни о чем, я специально завел эту рубрику, вижу в ней огромную пользу, вижу, что есть просмотры, вижу, что есть одобрение, читаем, много высокопарных слов, читаем о делах, нет, Иисус говорил, что, Иоанн Креститель говорил, к кому приходили, что нам сделай, в чем покаяние, он говорил, у тебя две тарелки, отдай одну, у тебя две одежды, отдай одну, вы заметите, они ничего не могут взять из Евангелия, потому что они его не знают, потому что им запретили его читать, надо было вам картинку, слушайте, показать, ай, телеграм у меня сегодня не работает, Роскомнадзор что-то там практикует, телеграм борется, а я ее не скачал, жалко, реальная фотография с реальной вывески в храме, Евангелие читать запрещено, вот жалко, я вам в следующий раз покажу, ладно, если не забуду, напомните мне в комментариях, скинули мне, прям реально, это фотография, и это не картинка, фотография висит на стеклянной пластиковой двери, на стекле объявления, Евангелие запрещено читать лично, он что-нибудь приводит из этого, он учит добру, он учит делам, нет, Иоанн Креститель спрашивает, что нам делать, он говорит, ты воин, никого не обижай, удовольствуй своим жалованием, мытарь, сборщик налогов, что делай, не бери лишнего, не грабь никого, свой народ, тем более, что люди, о чем они говорят, ни о чем, воздушные слова, что говорил Иисус, любите, дальше ставит, двоеточие, это синодальный перевод, не смотрите на, там эти запятые, понятно, что по-русскому сейчас надо двоеточие поставить, благот, благословляйте, благословляйте, и молитесь, и всей своей жизнью показал, как это делать, то же самое говорил, накормите, напойте, идите, исцеляйте, что пишет человек, сейчас он будет много красивых слов говорить о покаянии, ни о чем вообще, чтобы самый дух наш сокрушился, смирился, это вот его заквасило, вот это вот, его лживое учение, сатанизма, православие, и он будет то же самое, уподобляться своим, он не будет уподобляться Иисусу, его предтечи, его последователям и ученикам, он будет уподобляться, вот, лжеучением, сейчас длинное красивое предложение, как любил писать Игнатий Брянчанинов, чтобы самый дух наш сокрушился, что это слово значит, ты уже в одном слое столько собрал, и смирился, от Бога любезно, они все Бога любят, и причем от любви к Богу, он почему-то в печали, от Бога любезной печали, ну, кто читал Игнатия Брянчанинову, ты будешь в вечном уныние прибивать, если ты будешь его читать, в вечном, в постоянном, у тебя жизнь будет чернее тучи, просто, самый черный и темный, и жизнь твоя будет, как жизнь в самой черной, темной, мокрой, сырой пещере, в самых глубинах земли, пожалуйста, читайте, я читаю Евангелие, рождающийся от осознания и ощущения своей греховности, Господи помилуй, да ты перестань грешить, у тебя не будет этого осознания, ты грешил, впредь не греши, Иисус говорит, Иисус не говорил, иди, плачь и печалься, сокрушайся, смиряйся от своей греховности, разве такое говорил Господь, когда прощал грехи, эти люди не понимают, что все, что они говорят, никак не состыкуется с Евангелием, с учением и жизнью Иисуса Христа, это же ваши лжевые учения, и вы их несете, эту заразу, по всему миру, надо извернуть из себя самомнение, в чем мое самомнение, в каком бы виде, оно не присутствовало в нас, высокопарные красивые слова, самомнение в разных видах, в нас оно присутствует, при самомнении покаяние невозможно, Господи, вот он прям цитирует своего учителя, я читал, прекрасно зная труды, если и существующего этого человека, Игнатия Брянчанина, когда-то существовавшего, одна неправильная мысль о себе может вести в душу, в душу питать, поддерживать, укреплять в ней самомнение, ой, ну это любимое слово Игнатия Брянчанина, соделывать ее неспособно к покаянию, самомнение из гордости, ну и пошло-поехало, одно и то же, просто вот знаете, в воду в ступе молит и все, самомнение из гордости, столько мерзостное пред Богом, самомнение есть та глупая, слепая и пагубная страсть, которая светлого ангела низвергит с неба, светлого ангела соделала мрачным демонам, самомнение есть тот смертный яд, который излит древним змеем в человеческое естество, самомнение есть не дух духа нашего, непримечаемый, невнимающим своему спасению, но не дух столько сильный и важный, что поставляет человека по душе, его в число духов отверженных, враждебных Богу, заряженный, заряженный самомнением, неспособный усвоиться Богу, для такого усвоения нужно положенное отвержение самого себя, мне надо было где-нибудь, знаете, есть звуки, аплодисменты, вот мне надо было тоже, давайте, браво, ты истинный ученик своего учителя Игнатия Бринчанинова, я прекрасно помню его труды, ты все отлично, ты его читаешь целыми днями, я это понял, и ты отлично все изложил, поэтому, дорогой мой человек, мы даже читать не будем Игнатия Бринчанинова, ты прекрасно его передал, ну зачем мы будем еще то же самое перечитывать его статейку, ты все прекрасно изложил, много высокопарных, красивых слов, ни о чем, ни о чем, и вот от таких вещей я должен каяться, в чем-то, я даже дальше не хочу говорить, я знаете, я себе сделаю пометочку, сейчас буду как ролик все-таки обозвать, чтобы, покаяние, да, первая тема у нас была, дальше мы читаем, дальше мы читаем, человека, который сейчас будет нас учить, учить истине, когда ты, когда ты видишь, задумавшуюся человека, идущего по неправе, по направлению к пропасти, то есть, думаю, делом любви будет его окрикнуть, это то, что я пытаюсь сделать, пытаюсь тебя остановить от падения, в глубокую и страшную пропасть, хотя думаю, что ты уже в ней, и только чудо Божье сможет тебя от нее извлечь, вот это я читаю каждый день, сейчас вот амнистия прошла, сейчас вам много интересного будут зачитывать, что сказал человек, опять ничего, ты летишь в пропасть, нет, ты идешь сначала, он сам не знает, иду я в пропасть, или я уже в ней, но ты определись, в одном комментарии, ты сказал и то, и то, я буду разборы публичные делать, вот таких, вот такого маразма, ты мне скажи, я в пропасть, или я только иду, ты сам не знаешь, и нет, обо мне никакого откровения, если я в пропасть, что ты мне уже кричишь, что ты в меня камни бросаешь, ты похож на этого, действительно, дикаря, который сверху, на бедное животное, упавшее в вашей ров, выкопанный вами же, закидываете камнями, если я в пропасть, отстань от меня, ты меня не можешь, только Бог может спросить, что ты тогда меня камнями закидываешь, если я в пропасть, а если ты меня окрикиваешь, так окрикни делом, а это похоже, знаете, эй, слышь, куда идешь, ты мне руку подай, ты мне объясни конкретно, все это высокопарные ваши слова, покаяние, прельщение, ну, пока тему оставим, покаяние, Дима, пойми, ты прельщенный, ты обманут врагом, Господи, да это вы, прельщенный, своими лжеучениями, ты же ничего еще не сказал, евангельского, мне ничего вообще, ты никак это к моей жизни не применил, ты ни в каком грехе меня не обличил, ты просто высокопарные, красивые слова, ты прельщенный, спасибо, ты тоже, как ты считаешь, Дима, все, что рождается в твоем уме, это непреложные истины, ты никогда не думал о том, что ты можешь ошибаться, я всегда говорю, что я могу ошибаться, кто мои слушает ролики, я говорю, не надо слушать вообще меня, если вы с утра евангелие не прочитали, что вы меня слушаете, вы евангелие прочитаете, я привожу всех, в отличие от ваших лжеучений, к Иисусу, мне ничего не надо, я не хочу ни за кого ответственности, потому что всяк человек ложь, всяк человек немощен, я не могу себе ни волоска прибавить, ни локтя, и роста на локоть прибавить, я ничего не могу, сатана чуть выпросит у Бога, и все, и встать не можешь, для испытания веры, конечно, я могу, читайте евангелие, живите по образу, какой Бог пришедший воплоти, хлеб, шедший с небес, нам показал, и прокомментировал, все словами, читайте, я тоже читаю публично, и для своего назидания, и для тех людей, которые это слушают, да не нравится тебе, или у тебя другое мнение, да скажи его, есть комментарии, есть скайп, мои все контакты, я в отличие от вас не прячусь, все есть, все вот у вас на экране, в описании к ролику, любое средство связи со мной доступно, почему я, все, что в моем уме, непреложная истина, разве такое когда-то говорил, нет, ну хорошо, ты задаешь вопрос, я тебе отвечаю, нет, я могу ошибаться, естественно, я человек, я не хлеб, шедший с небес, я прах, который пытается вернуться к Богу, да, пожалуйста, все сверяйте с Евангелия, все абсолютно, и необязательно, если ты даже сердце не принимаешь, я утверждаю, что это истина, потому что это истина, в Евангелии написано, что Бог есть любовь, сейчас он, кстати, этим закончит, ты можешь веровать в Бога, распределителя, судью этих ват, этих врат, сейчас мы этим закончим сегодня, начнем с покаяния, мы сегодня с вами на основе этой прям моих ответов опять целую проповедь увидим, от покаяния начали, человек призвал меня к какому-то конкретному покаянию, он мне Евангелие дал, нет, хотя очень интересно получится, от покаяния до спасения, мы сегодня с вами прям круг Евангелия, кто послушает этот ролик, можно на день напитаться хлебом небесным, да, читайте, сверяйте, только ты конкретно мне скажи, а ты вот так, и пожалуйста, ну я так живу, ты живешь Бога-судью, да пожалуйста, ты видишь в Иисусе Бога-судью, я на кресте не вижу Бога-судью, ты видишь, ну это дело твое, я вижу другого Бога, я вижу Бога-любовь, ничего другого я в Иисусе не вижу, в его жизни, в его учении, ну и к этому сейчас дойдем, да, ты, Дима, прельщенный, еще раз, я тебе это уже говорил, ну да, ты повторяешься, и буду говорить, прельщенный, третий раз, вот какой молодец, это тот, ну сейчас он даст определение, кто возомнил себя святым, Господи, а кому апостолы обращались к святым, написано, пришел к святым в Лиде, только эти святые даже не могли исцелить, тебе зачитать публично, вы-то никогда не обращаетесь к Писанию, а я обращусь, открываем книгу Деяния апостолов, где тут у нас Павел исцеляет, это где-то седьмая, какая там глава, да, так, 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 вы помните, где перед покаянием Савла, после покаяния, нам описан случай, что-то я все подзапамятовал, что со мной происходит, а, девятая глава, случилось, Петр, девятая глава, помните, после Савла обращения, описанном небольшой кусочек, где Петр исцеляет храмов в Инея и эту Тавифу, святую деву, написано, что случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде, это кто, это что за святые, и там у этих святых нашел человек в Инея, который восемь лет уже лежал в постели, в расслаблении, никто не мог его исцелить, это святая церковь, а потому что дары духу, я уже об этом говорил, раздает Бог, и дары исцеления, и вспоможения, и языков, и пророчества, и апостольства, и никто не мог, и при этом они были святые, почему люди жизнь свою поменяли, да, они за ним, возможно, ухаживали, все делали, как нормальные святые люди, святость не зависит от того, говоришь ты на каких-то языках или нет, какие у тебя дары есть, дары дает Бог, и заканчиваем, я вырву, я не буду вам все это рассказывать, все это прекрасно должны знать, 9 глава, где Петр исцеляет этого, и когда за ним могла и умерла Тавифа, да, или как ее там звали, помню Тавифа, да, Тавифа встань, и написано, он подняв ее за руку, поднял ее, и призвав святых, это он призвал святых, которые не могли не исцелить, когда она, она написана за ним могла, и умерла, она не сразу умерла, ей не камень на голову упал, она заболела, никто не смог исцелить, никто, причем написано, что она сама святая, она творила много добрых дел, все показывали, плакали, что она такая хорошая, так рано умерла, такая добрая была, всех сирот одевала, ошивала, серна, серна, звали Тавифа, это по-гречески опять девица, помните, как Иисус говорил, делала серна, звали ее серна, эту девушку, ничего, Петр всех их выслал, они, во-первых, за Петром звали, а что вы сами, ничего, ни у кого, в церкви, целая церковь поместная была, собрание какое-то, деревня, не было ни у кого дара исцеления, пожалуйста, живой пример, нас, и церю с этими языками, с другими прочими дарами, Бог дает дары, они не могут по твоему желанию быть, или по возложению рук на тебя, Павел возлагал руки, и никогда никому не тыкал, что у тебя нет того-то или того-то дара, написано, призвав святых, у них даже даров нет, не было, уж я молчу, а то их святость, кто там знает, вы можете выражаться, как хотите, вы грешники, ну и будьте грешниками, это ваше дело, сидите в этой болотной яме, пока вы оттуда, покайтесь, ты грешник, покайся, святой это не безгрешный, святой это человек, стремящийся к святости, а они кем, скажи мне, он сейчас будет меня там с Папой Римским сравнить, все Папы Римские были, вот эти вот, к кому обращался, повествователь, который это писал, всю эту книгу деяний, он всех в прелести, в прелесть всех ввел, дал вам такое определение, да это слово, это я самое, мне нравится просто, это место, какое на память пришло, вы знаете прекрасно, что это обращение всегда было в писаниях Нового Завета, эти люди потерялись просто, они следуют своими лжеучениями, это покрывало ихней системы, лежит, у нее уже ничего истины вообще не видит, им подменили истину ложью, покрывало повесили, и он вот на покрывале читает, вот так вот, все, он уже не готов, то что не соответствует, что это Игнатий Бринчанинов, через 19 веков писал полную чушь, они даже не хотят это сравнить, все, он настолько зомбирован, то есть покрывало, вот образ лежит, он настолько зомбирован своим учением, что он готов истину, он не видит ее, не хочет ее, не понимает ее, почему я-то возомнил себя святым, церковь называлась святая, мы именно святили людям, а слово и свет, и свят, святой жизнью светили, в одном предложении идеально эти два слова сочетаются, мы святой жизнью светим, об этом Петр тот же самый, все время писал, чтобы за то, что вас порицали грешники, грешники, а ты сам грешник и меня тычешь, вечно меня тычут грешники, я грешный, ну а что ты меня тычешь, Господь сказал, кто без греха, брось мне камень, что ты в меня камни мечешь, уже сколько ты закидал, девять, сейчас там было комментариев, что ты в меня тычешь-то, ни за что вообще, ничего ты мне предъявить не можешь, высокопарные слова, такие, как правило, становятся невосприимчивы к советам другим, ну вот посмотрим, какой ты восприимчивый, недавно один брат тоже, но вот до него дошло, все-таки, каким советом, вот братья и сестры, пишите свои комментарии, что вы об этом думаете, какие советы ты мне дал, уже раз, два, три, четыре, пятый комментарий, да, пятый, мы читаем, пятый большой был, какие ты мне дал советы, причем евангельские, какие, никаких советов, но он думает, что он дал мне какой-то совет, о чем, о чем совет, о том, что я способен, в отличие от вас, не присмыкаться перед людьми, не лизать ваши туфли, и поэтому я знаю, что писать тебе бесполезно, зачем пишешь тогда, зачем делаешь бесполезные, вещи, я вот не делаю бесполезных вещей, но все равно, надеюсь до конца, надеюсь до тебя достучаться, жалко мне тебя, ведь своей ложью, и что-то тут, почему-то нету дальше, комментарии, ну, может, он вот тут, ты ведь проповедник, ну, тут почему-то, видите, оборвалось, непонятно, не раскрыть, нету, может, он не дописал, не знаю, ну, наверное, вот оно заново продолжается, ты ведь проповедник, и я хочу тебя спросить, какую церковь ты представляешь, так, сейчас мы запишем, я просто хочу помечать себе, какие мысли были, чтобы потом все-таки некоторые вопросы на ответы, как-то озаглавливать, чтобы вам было понятно, что там в нем, церковь, так, ну, все правильно, покайся, ты становишься частью тела Христова, это естественно, вот давайте мы почитаем, так, вот так уже откроем все, теперь дошли до церкви, правильно, ты если становишься, меняешь свою святую жизнь, ты становишься членом тела Христова, его органом, глазом, рукой, ногой, правильно, покаялся, изменил свою жизнь, если изменил на святую, и не то, что от того, что ты там Игнатия Брянчанинова читаешь, что святым становишься, потому что ты жизнь свою меняешь, из грехов, против ближних людей, когда ты обижал, был немилосердным, вот именно чеславился над людьми, превозносился, ты меня лично, тебе не в чем обвинить, что я над тобой превозносился когда-то, чеславился, какую церковь ты представляешь, вот у ортодоксов и у протестантов нет вообще понимания церкви, просто нет, ихние покрывалы, которые им прилепили, прям суперклеем помазали, и прилепили, отодрать уже без болезни, это невозможно, эта часть лица с ней сдерется, но сделать это надо, и Бог исцелит вас, и Бог вам новое лицо даст, но вам надо его отодрать, я понимаю, что оно прилипло, как его к вам на суперклей, прилипли проклятиями, всякими страхами, запугали, прям суперклей, которым это покрывало лживое, этих лжеучений, прилепили, они не способны к познанию истины, просто умы их ослепленены, сердца ожесточены, шеи железные, несломимые, какую церковь надо представлять, если церковь это тело Христово, ты своей святой жизнью прославляешь его, ты светишь людям, и прославляешь Иисуса своей святой жизнью, все, и человек, от твоей проповеди покаяние, от покаяния в чем, простые слова ты сказал, ты, а я проповедую, как проповедовал его предтеча, сам Бог пришедшего платья, его последователи, покаяние в злых делах, когда ты обижал ближнего, что такое любовь, и что такое не любовь, это радость ближнего, счастье, или зло, ты вот мне пишешь, тычешь меня, с утра у меня никакого настроения нет, от твоей бредятины, это ничего просто, просто слова в воздухе, витающие, никакой пользы мне не приносящие, и не могущие привести, потому что они ни о чем, слов много воздушных придумали, вы знаете, у древних народов порой даже нет вот этих слов, деревья, у них есть конкретное дерево, липа, осина, береза, у них нет таких слов, как походка, ходьба, у них есть разные виды походки, он говорит, побежали, поскакали, то есть там у них есть разные еще, ну они чтобы охотятся, воины там, мужики, я просто смотрел эти передачи, я читал некоторые исследовательские, людей, которые наблюдали, общались, оказывается у древних народов нет пустых слов, крупы, у них есть гречка, рис, у них нет слова круп, они им не пользуются, у них нет больших магазинов, социальных этих социумов огромных, он конкретно говорит, принеси гречку, мама там говорит ребенку, или там, у него нет слова фрукты, овощи, у них есть конкретные вещи, это понапридумали высокопарных слов, что они значат, он там о покаянии все слова собрал, сокрушение, смирение, все в одну кучу собрал, только покаяние и смирение, это разные вещи, покаяние это изменение моей жизни, или возрастание в святости, это одно и то же после перехода той грани, когда ты просто в уме от всего отрехся, потом ты всю жизнь будешь хотеть и каяться, хотеть и возрастать, это одни и те же слова, в Бога, в святость, этому пределу нет совершенства, смирение, это вообще не превозношение, это разные вещи, тщеславие, кротость, две противоположные добродетели, но только это не вот такое вот лицо, особенно у мужчины, у этой церкви, помимо тебя, есть еще проповедники, я, до миллиона их было, я надеюсь, за историю христианства, кто тебя, а Иисус когда вышел, у него были еще такие же, как он вышел, нет, он один, против всего этого даже культа, так называемого, данным Богом через Моисея восстал, кто тебя благословил, Бог на проповедь, кто тебя благословил на проповедь, Бог меня благословил дарами, скажи то, чему ты учишь, ты до этого сам дошел, или тебя этому кто-то научил, я прочитал об этом в Евангелии, я просто хочу сказать, я прочитал, покаялся, и проповедую это счастье, потому что сам обрел это счастье, и проповедую счастье людям, радость, потому что она называется, если вы забыли, благая весть, радостная весть, эту благую весть я несу по всему земле, теперь имею возможность, через интернет, и благодарю Богу, что я живу в таком мире, я просто хочу сказать, что все, чему ты учишь, является порождением твоего ума, вот как вы думаете, вы уже догадываетесь, что-нибудь он конкретно скажет в этом комментарии, опять ничего, опять будет просто, просто тыканье, просто тыканье, прилагательными, причастиями, определениями, ничего конкретного человек не скажет, вы думаете, он сможет опереться на Евангелии, нет, конечно, а не просто, вы знаете, сколько мы прочитали, ни слова он не вспомнил, ни одного слова Иисуса, ну и правда вырванные фразы, тоже вы знаете, что толку-то плеваться стихами, порождение моего ума, а что конкретно, а не учением церкви, я публично заявлял, я никакого учения церкви не проповедую, я проповедую учение, особенно в каком понимании вы понимаете церкви, из как тела Христова, да, но вообще-то я не тело Христова проповедую, а его учение, благодаря кому, скорому, его жизни, его учение, уподобившись, и идя по его следам, можно стать этим телом, а учение тела, вот именно человеческие, тоже даже в теле, вот именно, мы каждый можем нести, что угодно, ты сверяй с учением Иисуса, нет никакого учения церкви, нет никакого учения тела даже Христова, потому что тела, здесь нет мозгов, у меня мозгов нету в пальчике, мозги только здесь, а голова у нас Христос, а он там в теле, здесь на земле, пребывая в бумажке, и духом в бумажке, в Евангелие, который мы можем читать, но прежде мы вникаем в себя по этой бумажке, в благодатное время, которое всем доступно, вот оно истинное учение, я проповедую учение Иисуса, и не проповедую учение даже его тела, его церкви, потому что тело, оно без мозгов, и именно из-за того, что мы все это придумываем, мы проповедуем неизвестно, что я проповедую учение Иисуса Христа, учение святости, которое в любви к человеку, в радости жизни, в мире души, в кротости и смирении сердца, в долготерпении и уповании на Бога, вот что я проповедую, я проповедую учение Иисуса Христа. И всем, как Иоанн Богослов говорил, кто вам приносит это учение, принимайте в дом. Кто нет, бегите от него, сломя голову и закройте дверь на большие засовы. Двери своего ума и сердца. А если надо, и настоящие двери. Если вы неспособны с этими волками биться. Ты все время апеллируешь только к своему уму. Это я к своему уму апеллирую. В отличие от тебя, дорогой мой, мы на твой канал только что зашли. На моем канале записан весь Новый Завет. От А до Я. Не просто зачитанный с моими мыслями. Каждый может посмотреть в мое сердце и сличить его с тем, что написано. Точнее, я сам это публично делаю. Я открываю Евангелие, его зачитываю. И свое сердце. И вот так оно параллельно идет. Я думаю, никому не надо показывать. Ну, хотя чего ж покажем. Канал Христолюб. Новый Завет раздел. Кликаем. Вот. Есть Новый Завет. От Евангелия от Марка до книги Откровения. На которых параллельно. Я же читаю. Вы же слышите, что я читаю. Я же не буду этому противоречить. Я что читаю. Единственное, да, как говорят, есть вещи сложные, приточные. Я их раскрываю через прямые слова. Где-то, если я ей что-то говорю, кто слышал. Выказываю какие-то предположения. Нам не видно вся ситуация. Я могу пофантазировать, реально. Я могу надеяться на Божие Откровения. Хотя, если этого в Евангелии нет, особо-то или важно это Откровение. Что там действительно происходило. Какие тонкости, события. Что там было. Мы можем лишь догадываться. Я никогда не претендую, что это то, что я говорю, истинно. Это кто меня слышал, знает. У тебя что есть? От какого ума? Мой ум, вот он он, в Евангелии весь. Когда я читаю Евангелие, открываю свое сердце, можно все сравнить. Это у меня-то от моего ума. Где твой-то ум? Ты написал, ты ни разу к Евангелии не обратился. Да я много раз говорил, что толку вырванными стихами плеваться. Это ничего не даст тебе. Никакому человеку ты истину не принесешь. Только к своему, что в нем рождается. Откуда ты знаешь, что все порождения твоего ума верны? Да я не от своего ума говорю. Я читаю Евангелие, это делаю публично. Почему ты так уверен в непогрешимости своих выводов? Я не уверен в непогрешимости своих выводов. Я читаю Евангелие, где прямыми словами я просто, получается, благоуствую. Хотите, учительствую, как угодно это называйте. Потому что я его реально тупо просто читаю. Всем точно так же рекомендую и делай. А каких-то выводов, если я делаю, которые неявны в Евангелии, где Господь не делал вывод, где нам нет какого-то итога. Я не говорю, что это непогрешимо. Я призываю всех задуматься просто. Ты ведь не папа римский. Ну, ты бы хоть в кавычках поставил смешно. Я и папу римским-то непогрешим не признаю. Я же католической секте тоже не принадлежу. Почему ты не хочешь сверять свои догмы с мнением живущих до тебя христиан? Я не хочу сверять себя с лживыми учениями. Откуда такая гордость? Я эти лживые учения прочитал от корки до корки. Не знаю, в отличие от тебя, нет. Если ты тоже читал, молодец. Я читал. Кто знает, кто я такой. Я выбросил все это на помойку. И как Павел писал, почел это не то, что тщетой, а мусором. Более того, заразой, от которой каждый должен избавиться. Ты либо не знаешь, кто я такой, либо говоришь полную ерунду. Я все это изучил. И я знаю, что это полная чушь. Ну и заканчиваем всеобщим спасением, покаянием, Богом, любовью. В этих сердцах нет любви. Вот кто мне пишет. Нет никакой любви. Опять он дает ссылку. На своих этих проповедников. Полнота любви. Полнота богопознания. Я могу вам отсылку. Мне не жалко их пропускать там все эти комментарии. Вот он дает. На свято-троицкое серве лавры. На свои капища. На эти культы. На эти лжи учения. Кому оно нужно? Кто меня слушает? Я сомневаюсь, что к этой лжи захочет к этой мерзости хоть рядышком прикоснуться. Ко всей. Все это пустые картиночки с текстом. Жизни этого нет. Нам нужна живая жизнь. У нас достаточно одного образа и учения, которое у нас есть. Бога пришедшего во плоти. Интересная проповедь. Да чушь собачья. Все это с помесью греха. Все это я читал. Ну и заканчиваем любовью. Если любовь в этих сердцах, благодаря их немучениям, нет никакой любви там. Никакой. Я вам сейчас просто зачитаю, все комментирую. Человек сам себя обличает. Человек выносит. От избытка сердца, говорят, уста. Что вы произносят эти уста? Я проповеду, что Бог Иисус. Бог есть абсолютная любовь. Бог есть свет. Прежде чем сказать это определение. Иоанн Богослов, что Бог есть свет. Сначала дает ему прекрасное определение. Показать вам все это на экране. Хотя, что я вам показываю. Сами все это должны знать, чтобы все мои слова поверять всегда. Прежде чем написать, что Бог есть любовь. Иоанн Богослов пишет, что Бог есть свет. И в нем нет никакой тьмы. В нем нету ни любви. Потому что потом он этот символ свет параллельно называет любовью. Ниже. Вы знаете, он об этом много раз скажет. Бог есть свет и пребывающий в любви. Да что я вам показываю все это? Ладно, проповеди дают ответ на вопрос. Я уж не буду вам буквоестом заниматься. Для этого мы читаем Писание на Христолюбие. Вы все это знаете. Бог есть свет. Причем я это могу, конечно, цитировать и по памяти. Что вы эти бумажки доказать? То есть вы должны сами все это знать. И слышать любого проповедника, что он вам проповедует. И откуда? Какое это место? Бог есть свет. Вот благовестие. И нет ни никакой тьмы. Что пишет этот человек? Есть в его сердце любовь Христова? Нет. Любовь Христова в нас, к людям, изливается Духом Святым. Именно критерием стяжательства Святого Духа или покаяния, как он хочет это выражаться, зависит от того, есть ли у человека безмерная, безграничная, абсолютная, всепрощающая любовь к человеку. И это критерий того, в Духе ты ли святом или нет. Ну и прочие вещи. И радость, и мир, и долготерпение. Но сейчас на любви остановимся сегодня. Ты говоришь, это он, во-первых, ты не можешь не сослаться, на какие места, если ты слушал мои проповеди, если ты слушал мои чтения. Это все очень, я вам много раз показывал, как лже свидетельствует. Как лже, как клевещет. Ты говоришь, что Христос всех спасет. Да, и простит и разбойника, в том числе. Какого разбойника? Так как Бог есть любовь. В связи с этим вопрос. Простит разбойник какого? Того, который покаялся, он и так простил. Он ему сам это сказал. И сказал ему, что ты будешь тут же со мной в раю. Ныне же, сегодня. Там не важно, как это перевели. Тем более до нас дошли синодальные переводы. Русские, кого не русские. Ну, общая мысль очевидна. Христос сказал, что разбойник будет с ним в раю. Христос простил двух разбойников. Вопрос у него. Или одного. Или по-другому спрошу. В рай вошли два разбойника или один. Из Евангелия мы знаем, что один был прощен, а другой нет. Вопрос. Что помешало Христу простить сразу обоих? Ответь, Дима, почему Господь не взял в рай обоих разбойников, а взял только одного. Поступок Христа противоречит тому, что ты говоришь о всеобщем спасении. Если бы это было так, то ничего не помешало бы Христу сразу взять обоих разбойников в рай. Но он так не сделал. Давайте это уж целиком дочитаем. Все, что ты говоришь, является произведением твоего ума, а не учением церкви. Учением церкви это не является, естественно. Это является учением Иисуса Христа. Так как в церкви ты не имеешь... А, ну, тут немножко о церкви. Так что все. Вы понимаете, что человек пишет? Я же говорю, он вообще не понимает учения Иисуса Христа. Вообще. Просто. Вот он начал с покаяния. Давайте еще раз. Из Евангелия мы знаем, что один был прощен, а другой нет. Вопрос. Что помешало Христу простить сразу обоих? Для меня глупость человека, я не знаю, сколько ему лет. Сколько он лет в своих заблуждениях в этих православных находится. Ведь ответ же очевиден. По-ка-я-ни-е. От которого ты начал. С высокопарными словами, с кучей. И ничего конкретного ты не сказал. Что помешало Христу простить сразу обоих? По-ка-я-ни-е. Как я прощу человека, если он ударил меня по голове и не раскаивается в этом, не приходит ко мне и не просит у меня прощения. Ну как я его прощу? Как я его поцелую? Как я сделаю ему доброе дело? Как я с ним порадуюсь? Поеду на речку, на море, покупаюсь. Как я буду с человеком, если он не любит меня? Не любит меня? Не любит то, что я делаю? Как я буду с этим человеком? Как я его прощу? И мы соединимся в одно целое. Да будут два в плоть единого. Все мы в церкви такие. Мы одна плоть. Плоть Иисуса Христа. Его тело. Как я буду, если он не любит меня? Если он не раскаивается в своих грехах, как мы соединимся? Что ты пишешь? Как Иисус его простит, открываем Евангелие от Луки. Это место описано только в Евангелии от Луки с разбойником. Последние главы. 23 глава. Один из подвешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты помазанник Божий, спаси себя и нас, если ты сын Божий». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога?» Когда и сам осужден на то же. Мы осуждены справедливо, потому что наказание, которое мы принимаем, достойное наших дел. А он ничего худого не сделал. Он раскаялся и говорит Иисусу, он обратился к Иисусу, «Господи, помяни меня, вспомни обо мне». «Если ты Господь, если ты Бог и идешь в царство Отца твоего, вспомни обо мне, когда туда придешь». «Господи, что ты пишешь? Что ты проповедуешь?» «Ничего. Ты несешь заразу по всему миру. Покайся, прими Евангелие, настоящее Евангелие любви Божией. Проповедуй это покаяние, чтобы люди отворачивались от своих злых дел против людей. Чтобы люди менялись, перестали роптать и вечно всем быть недовольными. Чтобы люди были в мире друг с другом, со всеми, уж тем более с Богом, если они не будут грешить, будут в мире. Чтобы они были долготерпеливы. Что к людям, что к Богу, когда их сатана будет удручать, выпросив у Бога. Будь смиренным, вот именно, не превозносись. Что ты пишешь? Что ты пишешь? Что помешало Христу? Раскаяние, не раскаяние второго разбойника. Он поносил его и не раскалывал. Он зло опять творил. Ты праведника тычешь. Что он тебе сделал? Ну виси же ты за свои дела и виси. Написано, один из повешенных злодеев зла словил его. Это грех. Он даже на кресте, вися за свои добрые дела, в очередной раз творит зло, поносив праведника, висящего рядом с ним, который ничего злого не сделал. И они об этом знали. Кто со мной читал Евангелие, тот знает, о чем я говорю. Мы же видим из Евангелия, что об Иисусе была такая слава, что все это знали. И эта шайка орудовала где-то в пределах земли обетованной. Знали они об Иисусе, о нем слышали. Они прекрасно понимали, кто перед ними. Этот же тоже кричал ему, если ты царь иудейский, спаси себя самого. Это воины ругались. Этот же, в чем злословие, если ты Христос, издевался на нем, если ты Божий помазок, если ты Сын Божий, спаси себя и нас. Подкалывает его. Ни в чем он не верил, конечно, что он Христос. Он говорит, если-то он прикалывается. Люди упиваются злобством. Вот как человек мне еще раз прельщенный, еще раз тебе скажу, ты прельщенный. В чем ты можешь меня обвинить? Какое злое дело я сделал? Публично или против тебя? Какое? Ничего ты мне не можешь сказать. Ничего. Ты бросаешь в меня камни, будучи грешником. Считаешь, что я ворве, еще и мне сверху на голову забрасываешь. Ты ничего мне пользы никакой не приносишь. Ты ничего не говоришь доброго мне. Абстрактные, высокопарные, ничего не стоящие, мыльные, пузырьные слова. Ты не понимаешь вообще, что такое покаяние. Почему он не смог его простить? Как он его зашкибот затащит? В царство Божие за ноги, вот так Господь, который люди зубами и руками цепляются во все, что лежит на земле, не затаскивает. Царство Божие, это царство свободных душ, желающих быть святыми. Господь туда багром не затягивает, битый не заталкивает, хлыстом не загоняет. Это царство свободных душ, избирающих добро, святость, как хотите, любовь. Какую глупость ты пишешь? Какую глупость ты пишешь? Мне Иисус его не простил, он не хотел прощения, он не раскаялся в своей жизни. Его даже повесили за то, что они, возможно, убивали людей, насиловали женщин, грабили стариков. Избивали детей. Что они, кто такие разбойники? А он ни в прошлом не раскаивается, еще на кресте себе уголье на голову сыпет, понося праведника. Как он его втащит туда? О чем ты говоришь? Как можно из этого вывести ваше лжеучение о том, что Христос не Бог, не любовь? Абсолютная, совершенная, жертвенная, свободная любовь. Во Христе, в его жизни мы увидим четыре природы, основные четыре природы Бога, которой каждый человек обладает. Первая, где там мой канал-то, да и ладно, мы вот, сейчас Марка откроем, у меня в Марке есть эта картинка. Вот она. Первая, она, по-моему, так, а что-то отдельно не открываешься. Первая, это как раз я крот, так и смирен сердцем. Это не твоя забитца, которую ты в своих лже-святых проповедуешь. Это его пришествие на землю. Это воплощение Бога, который пришел за нами. Это смирение, кротость сердца. Вторая, это любовь. Его любвеобильная, деятельно любвеобильная жизнь, добрые дела, проявляемые к человеку, и добрые слова. Даже до смерти и смерти крестной. Третья, это жизнь. Бог есть жизнь. Бог есть начальник и источник жизни. Бог есть бессмертие. Бог есть вечность. И четвертая, свобода. Бог возносится обратно на небеса. Говорит, мне ничего не надо. Я вам проложил путь. Кто захочет, тот последует за мной. Бог ни на кого не одевал наручники. Он даже ученикам говорил, не хотите ли вы отойти. Вы все это помните. Что говорит этот человек? Уничижает Бога. Богохульничает. Бог есть любовь. Абсолютная и совершенная. И вход в Царство Небесное свободно открывается, как потом его один из горящих учеников, который рубил головы при его аресте, написал, что свободный вход в Царство Небесное каждому открыт, если ты, поверив, живешь в любви к ближнему. Вы помните? Это прекрасное, шедевральное, если есть такое слово, второе письмо предсмертное апостола Петра, одного из любимых, любящих, вернее, так скажем, учеников. Он очень клялся и божил, что он очень любит своего учителя. Вы помните? Перед его вознесением опять три раза даже потом, когда они уже на берегу кушали. Что ты проповедуешь? Что ты говоришь? Что ты несешь? Заразу по всему миру. Бог есть любовь. Ни Иисус его не ввел. Он сам не хотел. Поступок Христа ничему не противоречит. Христос ничему его не ответил на поношение. Он ответил тому, кто захотел к нему обратиться. Что ты несешь? Если бы это было так, то ничего не помешало бы. Помешало Иисусу ввести человека в рай. Дар свободы, данный человеку, вдуновением в него, самого себя Богом, дыхание жизни, которое есть. Смирение, кротость, любовь, бессмертие и свобода. Помешало. Человек, это тот камень, когда философы любили эту формулу, думали, заковыристую, придумали, уничижив Бога, может ли Бог создать тот камень, который не может поднять? Может. Этот камень – свобода человека. Это природа Божья, а мы в образ подобию. И мы обладаем этой свободой. И Бог в совершенстве нас воспитывает, не нарушая никогда этой свободы. Ожидая, долготерпя нашего добровольного изменения. Человек ничего не понимает вообще в жизни. Я не знаю, сколько ему лет, может, он седой старец. Но у меня нет лицеприятия. Тем более, я говорю, я не знаю его. Когда мы с ним примиримся, когда он покается и обратится к живому истинному Богу, никто даже не узнает о нашей перепалке. И я верхний над кем не беру. И потом не радуюсь. Вот я взял. Вот брат в прошлом тоже там роликах писал. И потом, да, многие это видели. Раскаялся в этом. И у меня нет никакого. О, видите, я над братом верх взял. Да я рад, что мы в дружбе и в мире будем. И в братстве. Я только рад, обретя брата. Вот и все. У меня нет никакого перед ним превозношения. Я никогда в жизни ему не буду тыкать, что ты мне вот, кто со мной общался. Меня многие поносили и потом менялись. У меня такие братья, сестры есть в общении, которые не просто из тех, кто сразу мы соединились в теле Христовом. А сначала поносили меня. Потом менялись. Потому что я ничего им плохого не делал. Ничего. И именно своим долготерпением, вот таким вот мечом духовным побеждал их. Вот и все. И не потому, что я брал над ними верх. Мне всегда нравились фильмы, когда в конце, пусть даже, помните, какой-нибудь там, ну, так скажем, хороший герой, главный герой боролся с плохим. И потом тот куда-нибудь падал. И он ему руку протягивал, доставал его из этого рва. И бывало, даже тот плохой все равно пронзал его мечом, и он погибал. Но там мог потом какое-нибудь чудо, он мог тоже там что-нибудь воскресать. Но вы понимаете, да, такие фильмы раньше были. Вот великолепные, правда, фильмы, сказки. Максимальная любовь. Максимальная. Я ни над кем не беру власти. Я не могу, и мне нет дара. И понуждать себя у меня нет никакого желания. Я буду тратить время. Я вот буду теперь вот так вот отвечать. У меня есть, я умею общаться. Кстати, Христос ничего не писал, помните? У него был дар слова. Вот мне это нравится. И теперь есть такая возможность. Я благодарю Бога за современный мир и технологии. Я надеюсь, я внятно, с эмоциями все объяснил. Все по Евангелию. Я вам показал. Ну, мы не все читали из книги Деяния. Вы можете обратиться, иначе и так. Меня, видите, разносит. Часик с утра посидели и поговорили. Ну, мы прошли сегодня достаточно курс Евангелия. От покаяния до любви. И Христу помешала данная этому разбойнику, им же самим, свобода. Свобода человека быть в том, в чем он хочет. И там, где он хочет. Ну, ладно, на этом закончим. И закончим еще опять церковью. Может, надо было продумать, что по порядку. Но я же не буду там что-то перековеркать в комментариях. Ну, по поводу всего, что в моей голове от произведения моего ума, мы договорились. Ты живешь сам по себе. Я не живу сам по себе. Я являюсь членом тела Христова, его органом. И окружают меня, братья и сестры. И по твоим словам, ты не входишь ни в какое собрание христианское. Мне не нужны ваши сборища сатанинские. Я являюсь телом Христом. Я увидел братья мы уже в собрании. Вживую, в интернете. Какая разница. А в сборища сатанинские я не забираюсь ходить. Которые по факту существуют только в интернете. А что интернет не такая... А ты вот мне пишешь. Что ты тогда в этом интернете сидишь, если он такой плохой? Или он какой-то не такой. Или он не от мира сего. Это что, не часть нашего мира? Нолики, единички, пластмасски, вот эти стекла. Это что, не часть нашего мира? А у тебя, наверное, телефон есть. Ты, наверное, с мамой созваниваешься, с женой, с детьми. Или с мужем. Кто ты? А, ну ты мужчина, да. С женой, с детьми. А что ты тогда пользуешься этим миром? А это что, любовь ты маме позвонил по телефону? А что ты к ней не съездишь? Может, она за тысячу километров раз в день к ней? А что ты наверняка пользуешься следственными коммуникациями, считаешь, что ты с мамой в связи находишься, любви, потому что я ей позвонил, спросил, как дела. Ну, я не знаю, может, человек взрослый, может, и маму, а уж нет. Я говорю, ничего не знаем о человеке. Я и сижу, гадаю, пальцем на воде тычу. Ты часть виртуальной церкви. Да какая разница, виртуальная она или нет. Виртуальная не церковь, а виртуальное общение. А часть я по своей жизни верю, надеюсь и слежу за собой. И как раз здравую критику или обличение в грехе, потому что желаю быть в святости, принимаю всегда. Всегда. Чтобы быть без пятна и без порога, а не как вы в грязи, в луже лежите и кричите «Еретик». Да, есть эти хорошие картинки. А я их сейчас вам быстро найду. По-моему, это и... Ай, так, не-не-не. Где они есть? Ну, ладно, куда-то все потерялись. Помните, две свинюшки сидят в болоте и кричат «Еретик, еретик». Полно этого всего в интернете. Виртуальное общение, не церковь. Ну да, у меня в реале пока нет ни одного человека. Ну и что? Там все встретимся. Много Иисус любви испытал на земле. Его церковь окружала. Его окружали ученики, которые вообще ничего не понимали до последнего времени. Он возносится. Они говорят, господи, не все ели время устрояешь царство небесное. Он говорит, ты идите, идите. Давайте книгу деяний. С самого начала посмотрим. Не все ели время устрояешь ты царство Израиля. Не ваше дело знать времена и сроки. Не отлучайтесь из журналистов, но ждите обещанного от отца. В чем вы слышите от меня? Ибо Иоанн крестил вас водой. А вы ищите несколько дней. Только будете крещены Духом Святым. Что они там понимали? Он был в церкви, Иисус. Кто его окружал-то? Наше дело светить, а не здесь лавры пожинать. Дал тебе Бог брата и сестру в реальном общении? Радуйся. Дал в виртуальном? Тоже радуйся. Не в это. Это жизнь несения креста. Они где тебе кругом будут ноги умывать? Ты часть виртуальной церкви. Часть небольшого общества христианского. Которое по факту существует только в интернете. Все мои братья и сестры, это не искусственный интеллект. Это реальные люди в разных концах мира. Я, кстати, радуюсь, что у меня есть теперь по всему лицу земли. Не только в моем селе, где-то там, а по всему лицу земли. Меня везде ждут, везде зовут. И я всех зову. И мы одна плоть. Мы ничего из своего не называем своих. Меня везде говорят, родной, приезжай. Хотят меня видеть, а я хочу видеть их. Я им, в принципе, тоже говорю, приезжай, что-то делать будет. Каждый на своем месте, каждый прижился, это семьи. Куда они поедут? А куда я поеду? У меня здесь тоже семья, у меня родители. Я уехать никуда не могу. За ними нужен будет скоро уход. Куда я уеду? А куда они уедут? У них те же самые ситуации. И я радуюсь, что мы в разных краях земли. Вот и все. И светим, каждый на своем месте. Ибо везде тьма и мрак. Вот и все. А ты чё обзавидовался моей свободе и свободе таких, как я? Ходите в эти капищи, как валы в нос этим прокалывают узду, кольцо и тащат их. Им больно, и они идут. Попробуй быка с места сдвинь. А в ноздрю вставили, и больно. Чуть потянул, и все. Хочешь, не хочешь, а пойдешь. Хоть и бык вот такой. И вот вас посадили на это, булка Бога, на петли страха, на проклятие. И вы как быки, в которых сила скрытая, божья, агнца, льва от колена Иудина. А вы как быки, пригвожденные, пронизанные кольцом. У пророков очень много таких образов. И идете на заклание, вас тащат. Ты в какую-нибудь реальную церковь. Какая церковь есть тело Христова? Да как же вы не поймете, церковь это не мама. Это не сборище сатанинское. Это тело Христово. В принципе, невидимо. Или видимо из нас состоящее. Главою в теле. Голова его на небесах. Так скажем, он сейчас в теле. Можно считать, что это голова. Тоже невидимо нам. А мы тело его. Мы и мы, каждый христианин, у которого есть Евангелие, который по нему живет. Есть учение Иисуса Христа, его жизнь. Все. А с кем ты общаешься, какая разница? Надо грешникам светить. А не ходить в ваши капищи только по ночам, как это Никодим. Ходил, так и вы ходите в свои капищи. И думать, что вы этим Богу угождаете. Да нигде Иисус этому не учил. Вот на этом и покончим. Вот такие, братья и сестры, часик получился. Ой, разминка с утра. Да, вот вам и проповедь. Ну, раз слушает меня. Это все были комментарии в основном. Да нет, тут к разным. К девятому ролику. К шестому и к девятому. Не знаю, там он перепрыгивал. Или что он там делал. Что сказал человек? Ой, ничего. Вечное обвинение. Прелесть. Смех да итог. Между тем, чтобы жить, проповедовать истинное учение Иисуса Христа. Что мне делать? Банить его. Это один из этих амнистированных. Да нет, я пропущу их. Я на них дал ответ. Посмотрим. Он их оставит. Потому что кто-то потом удаляет после моих этих. Вот я на ваших глазах и буду. На ваших глазах буду банить кого-нибудь. Буду всю эту гадость показывать, зачитывать. Для вас опыт. Кто-то потом может такой же канал будет вести. Будет тоже. Я это все прошел. Разные вещи опытом исследовал. Вот. Как вести себя тоже. Опыта набирался. Я говорю. Сначала я пробовал и все вообще блокировать на канале. Просто запрещать комментировать. Все. Потом открывал. Потом. Так. Вот так. По-разному. Вот делюсь опытом. Может кому-то будет. Причем приходится все самому. Все эти шишки набивать. А тут хочется поделиться. Все мои контакты у вас на экране. Сайт Христалюб. Там все тексты. Очень хорошо. Как вы видите. Пользоваться удобно. Всегда найдешь по картиночкам. Очень быстро. Можно найти не в текст, считываться. Я стараюсь все это. Буду дальше шлифовать. Совершенствовать. Скоро второй круг начнем. Нового Завета. Да и ветхий начнем читать. Так что кому интересно. Пользуйтесь на здоровье. Все бесплатно. Все доступно. Что непонятно. Спрашивайте. Все мои контакты всегда у вас в описании. Все полезные ссылочки есть. Все мои три канала. Адресы вы тоже знаете. Христалюб. Христалюб. Комментарии. Задавайте вопросы. Я вот буду в оффлайне намного отвечать. Что-то буду оставлять. Может быть на субботу. На прямую трансляцию. Тоже какие-то комментарии. Мысли. Ну вот в прошлый раз я попробовал более такое что-то. Где сами люди что-то хорошее высказывают. А вот наверное в оффлайне я буду вот в основном вот на такие вот отвечать. Скабрезные всякие. Ни о чемные. В прямой трансляции наверное будем больше ваши какие-то мысли. Я буду зачитывать интересные комментарии. Ставим обязательно лайк. Если ролик понравился. Кому полезно отрадно назидать на служение. Чтобы он у вас был в папочке понравившись. Другие увидели. Если вы считаете, что дело которым я занимаюсь. Дело от Бога доброе. Заклашивает мир. То обязательно не забывайте это делать. И поделитесь обязательно. На ютубе, в социальных сетях. На своих страничках. Или прям в личных сообщениях кому-то. Кому считать это может принести пользу. Ну и все. Помните как Господь говорил. Господи, Господи. Что вы зовете меня? Говорил Господь. И не делайте того, что я говорю. А что он говорил написано. В Евангелии. Любить друг друга. Единственная заповедь. А не все эти бредания человеков. И лжеучения. Всех нежно целую. Крепко обнимаю. Прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Мои родные, любимые. И сердцу дорогие. Мои родные, любимые. Субтитры делал DimaTorzok